В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов посетил мотобольный клуб «Металлург». Дача и, конечно же, Кубок. Сюда, на родину. В восьми торговых центрах муниципалитета открыты точки вакцинации. Я просто очень хочу, чтобы быстрее все люди привились, и мы перестали, наконец-то, болеть. «Причуды мезальянса» так называется постановка, которая пройдет 2 мая в Доме культуры «Буревестник». Мои герои стремятся доказать, что любви... Чемпионат и первенство Европы по мотоболу планируется провести в Видном в начале августа. Подготовка уже идет полным ходом. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов посетил мотобольный клуб «Металлург», а также стадион, где развернется главное сражение года. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Многочисленные кубки с чемпионатов России и Европы. Легендарный мотоцикл «Москва», с которого в начале 60-х годов прошлого века и начинался мотобол в нашей стране. Фотографии самых знаковых спортсменов и матчей. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов посетил спортивную базу мотобольного клуба «Металлург». На нас очень многие равняются не только потому, что у нас есть хороший автобус, у нас хороший мотоцикл, у нас хорошая раздевалка. Но плюс к этому еще и результаты хорошие, даже отличные. Дмитрий Абаренов познакомился с основным составом «Металлурга». Сейчас спортсмены активно готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в Видном со 2 по 8 августа. Хочу пожелать, естественно, вам, чтобы никаких травм, чтобы удачи и, конечно же, вернуть кубок сюда, на родину, на территорию лучшего мотобольного клуба страны. Давайте вам удачи и победы. Затем глава муниципалитета отправился на стадион «Металлург». В рамках подготовки к чемпионату Европы сейчас здесь проводится масштабная реконструкция. Дальняя трибуна, которая находится ближе к теннисным кортам и к парку, центральному парку города Видное, она уже ликвидирована. На сегодняшний день разыгран и заключен контракт на поставку новой трибуны, монтаж данной трибуны, она будет полностью уже с крышей. 5 июня первый матч турнира первенства России по мотоболу пройдет здесь уже на новом асфальте. Также в дальней части стадиона за легкоатлетическим сектором будет возведен ангар для автобусов. А во время чемпионата Европы здесь расположатся мастерские для мотоболистов. Все работы планируются завершить в июле этого года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства региона, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. Оно прошло в формате видеоконференции. Во вступительной части губернатор отметил, что все президентские инициативы, озвученные в послании Федеральному собранию, в Подмосковье необходимо оперативно и качественно воплощать в жизнь. Чувствительные темы, которые должны быть реализованы социальным блоком, все, что касается выплат школьникам, многодетным семьям, людям, которым необходима помощь, забота, все должны получать поддержку, выплаты. Губернатор упомянул о теме детского отдыха, которая также была озвучена в послании Федеральному собранию. Президент в своем послании предусмотрел и дал указание подготовить дополнительные меры, компенсацию за летний отдых. Она тоже должна быть доступной, понятной. Считаю, это важно. Андрей Воробьев уделил внимание и теме дачной амнистии. 65% всех жилых объектов в регионе составляют индивидуальные дома. Из них более 330 тысяч не зарегистрированы. Цель дачной амнистии сделать так, чтобы люди без каких-либо сложностей, волокиты, могли оформить свои законные права на дома, в которых давно проживают. Наша задача их зарегистрировать, чтобы у человека было право собственности. С 1 мая в Подмосковье стартует программа «Коммунальный бонус». Возможность получать кэшбэк и другие материальные поощрения за исправную оплату коммуналки. Обращаю внимание глав на то, что эта процедура должна быть понятна всем нашим жителям. Понятно, что центры и МФЦ, и ИРЦ должны оказывать дополнительное или обучение, или разъяснение тем, кто платит в электронном виде. Те, кто зарегистрировался в личном кабинете, будут получать, соответственно, возврат в разных формах. Это было очень позитивно воспринято, как мы видели. Андрей Воробьев выразил благодарность тем, кто принял участие в недавнем субботнике и сообщил, что мероприятия по благоустройству будут продолжены. 15 мая мы проведем следующую акцию «Лес Победы», в которую также будет вовлечено большое количество наших жителей. Прошу ее подготовить интересно, доступно, чтобы каждый, кто хотел, принимал в этом участие. Ежегодно с 2013 года по инициативе губернатора в Подмосковье проводится «Лес Победы». В этом году акция проходит с 26 апреля по 25 мая. Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Журналисты нашего телеканала работали для зрителей Ленинского городского округа в самый разгар пандемии и периодически вели репортажи из красной зоны ВРКБ. Многие переболели ковид-19 и сейчас уверены, вакцинация – это лучшее решение. Тем более, что сделать это можно сегодня не только в медицинских учреждениях, но и в восьми торговых центрах муниципалитета. Одну из таких точек здоровья посетила Галина Житкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы привиться. Корреспондент «Видное ТВ» Екатерина Борисова – человек целеустремленный, отзывчивый и очень ответственный. На телеканале работает уже почти три года. Выезжала на репортажи и в тяжелый для всех карантин. Мысль сделать прививку возникла еще тогда. А как только поняла, что испытывать судьбу достаточно, пошла и сделала. Первыми вакцинировались мои родители, которые медики, которые на себе испытали это и сказали, Кать, все хорошо, мы все источники прочитали, на форумах прочитали, с врачами поговорили, бояться нечего. Екатерина не скрывает, что поствакцинальные осложнения после первой прививки у нее были. Возникало ощущение, будто слегка простужено. Но к концу вторых суток все прошло. Через 21 день она прошла завершающий этап в пункте вакцинации на территории торгового комплекса «Красный камень». Это недалеко от работы. Я считаю, что все последствия после прививки – это все ерунда по сравнению с тем, что может человек ожидать, если он заболеет. В этот же день, примеру коллеги, последовал главный инженер телеканала «Видное ТВ» Константин Брылов. Все понимают, что вакцинация – это лучший выход для тех, кто не хочет повторения пандемии. У меня упали антитела до нужного уровня. Я подумал, что лучше я сейчас привьюсь, чем еще раз буду переносить заболевания в тяжелой форме или в средней форме. В торговом центре «Лента» на Старонагорный пункт вакцинации открыт недавно. Но врачи уже отметили растущую активность желающих привиться. Доктора считают, что причиной может быть в том числе и забота о старшем поколении. Почему пошла такая активность народа сейчас? Потому что они уже, ну где-то соседи провакцинировались, у кого-то родственники вакцинировались. У некоторых родственники прямо настаивают на вакцинации, особенно взрослого населения. Для многих жителей Ленинского городского округа прививка – реальный шанс избежать долгого лечения от тяжелой болезни в дальнейшем. Ведь все, кто прошел через подтвержденный диагноз, знают, что восстановление занимает больше года. У нас дети, у нас внуки, и поэтому я просто очень хочу, чтобы быстрее все люди привились, и мы перестали наконец-то болеть. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы более 60% жителей сделали прививку. Врачи готовы принять всех желающих в 13 пунктах вакцинации, что открыто на территории муниципалитета. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ В Ленинском городском округе наблюдается рост заболеваний COVID-19. По информации пресс-службы Видновской районной клинической больницы, за прошедшую неделю зарегистрировано почти 300 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Вместе с тем и увеличивается количество выздоровевших пациентов. Тема продолжит Юлия Погосян. Видновская районная клиническая больница продолжает функционировать как многопрофильный ковидный стационар. Сюда поступают люди с различными заболеваниями и коронавирусной инфекцией. Так, в конце февраля в тяжелом состоянии в РКБ попал 59-летний Александр Тетеркин. После перенесенной в январе операции у мужчины образовалась флегмона – острое гнойное воспаление. Помимо этого Александр заразился COVID-19. Была обширная флегмона, фактически половина от грудной клетки до паховой области. Экстренно был прооперирован. Интоксикация была колоссальная. Лежал он длительное время в реанимации, но благодаря слаженной работе реаниматологов и хирургов удалось его стабилизировать, остановить процесс. После этого был приведен в отделение. И при комплексной терапии удалось, соответственно, справиться с такой обширной инфекцией мягких тканей. Сейчас пациент осознает, что находился на грани жизни и смерти и с большой благодарностью обращается к видновским врачам. Здесь ребята прекрасные хирурги. Они меня, честно говоря, с того света вытащили. А тем более я все-таки уже в 60-м году. Сами понимать, возраст тяжело выкарабкиваться вот из этой ситуации. Ну вот, вроде все, завтра выписывают домой. Александр Тетеркин мог бы избежать такого осложнения, вызванного коронавирусом, если бы вовремя привился. Тем более в нашей стране проблем с этим нет. Вакцинация бесплатная, прививочных точек много. Процедура занимает минут 10, зато эффект стопроцентный. Человек, который получил прививку, при встрече с инфекцией, его организм уже будет готов к этой встрече, и то есть будет уже иммунный ответ, и человек будет защищен. И чем дольше мы лечимся от коронавирусной инфекции, тем вирус будет больше мутировать. Поэтому я призываю всех к вакцинации. Никаких противопоказаний к вакцинации нет, кроме беременной женщины, кормящей женщины. Они прописаны противопоказания только потому, что клинические исследования в этой категории граждан не проводились. Единственное, с хроническими заболеваниями вакцинация показана, возможно, воздержаться могут те, кто сейчас проводит иммунную терапию, то есть, с которой какие-то амтоиммунные заболевания имеют. Медики напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности в условиях пандемии, ношении в общественных местах масок, использовании санитайзеров. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Юлия Погосян, Ольга Садовская, ВиднетВ. «Причуды Мезальянса» – так называется постановка, которая пройдет 2 мая в Доме культуры «Буревестник». На сцене сыграют профессиональные актеры театра и кино – Игорь Карташов, Светлана Авилова, Артур Руденко и Елена Заложных. Автор пьесы «Наш земляк» – военный журналист, поэт-песенник Валерий Калинкин. Некоторые секреты спектакля нам рассказал сам автор, в гостях у которого побывала Татьяна Брылова. Впервые имя Валерия Калинкина прозвучало на афишах Дома культуры «Буревестник», хотя «Причуды Мезальянса» – не первая его пьеса. Да и эта постановка уже известна театралом Москвы. Валерий Михайлович рассказал о спектакле и актерах, занятых в нем. Перефразируя слова Пушкина, мои герои стремятся доказать, что любви все звания покорны. У моих родителей было так. Шла мама по улице, подскользнулась, папа увидел, подхватил, поздно, появился. Пока мама охала в травмпункте, папа сгонял на такси в ближайшую ювелирку и вернулся с двумя колечками. В центре пьесы – образ героя-современника, офицера, прошедшего через множество испытаний, через пекло воин, оказываясь на волосок от смерти, но при этом сумевший сохранить в себе мужское достоинство. Автор пьесы – сам офицер, военный журналист, вложил все лучшие качества и в главного героя. У него не очень-то сложились отношения с той девушкой, которую он встретил еще в капитанскую пору. И вот в течение всего спектакля они оба пытаются доказать разными, естественно, способами, что не все еще потеряно. Но пересказывать спектакль, говорит Валерий Калинкин, неправильно. Лучше прийти и посмотреть на хорошую игру актеров, на режиссерскую работу. Я с некоторым недоверием, с некоторым, может быть, предубеждением относился к женской режиссуре. Но вот по отношению к Татьяне Фадеевой понятие «женская режиссура» звучит в высшей степени комплиментарно. Замечательный режиссер, режиссер, за которой школа Владимира Меньшова, школа других наших известных мастеров театра и кино. Довольны ли вы актерским составом? И кто эти актеры? Это актеры московских театров. Прежде всего, заслуженный артист России Игорь Карташов. Это актер театра и кино, театра «Румын» Артур Руденко. Это прекрасная актриса театра искусств Елена Заложных. Это прекрасная актриса того же театра Светлана Авилова. В спектакле звучит музыка Игоря Карташова и песни на стихи Валерия Калинкина. В самом названии, мне кажется, кроется даже какая-то интрига. Потому что что за причуды и что за мезальянс хотелось бы узнать. В заголовке, в общем-то, элемент интриги. Если я сейчас где-то интригу приоткрою, то я боюсь, зрителю будет просто неинтересно. Итак, 2 мая в декабре «Вестник» в 19 часов приходите на спектакль «Причуды мезальянса». Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин